У нас сегодня, в это воскресенье, у нас последний день конференции и в рамках вот этого воскресного собрания у нас будет служить прекрасный молодежный пастор, наверное, одного, если не самого большого молодежного служения нашей страны, России, в городе Москве, церкви «Слово жизни» Алексей Романов. Это очень помазанный человек, это нестандартный человек, это креативный человек, это как раз именно такой человек, который говорит на языке молодого поколения, поэтому он пользуется среди молодежи огромным авторитетом, и его служение несет благословение не только в рамках их церкви «Слово жизни» города Москвы, но в рамках многих и многих молодежных служений, конференций не только России, но и многих зарубежных стран. Поэтому я с удовольствием приглашаю. Алексей, мы рады, что ты приехал, мы очень благословены твоими служениями. И давайте поприветствуем его, Алексей Романов, Москва. И знаете, что интересно, я давно уже отказался от кафедры и проповедуюсь с пюпитром, и у меня такой маленький пюпитр, но Алексей Романов, как молодежный пастор, еще дальше пошел, ему даже пюпитр не надо, просто подставка под телефон и достаточно. Алексей, ждем Слово от Господа через тебя. Давайте еще раз поприветствуем. Спасибо большое, пастор Виктор. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Когда сейчас пастор Виктор представлял меня, я сказал, что я хорошо разбираюсь в молодежной культуре. Вчера мы вечером, когда сидели и кушали, я понял, что я не совсем хорошо разбираюсь, он разбирается больше. Правда. И я вчера целые два дня мотивировал пастора Виктора, чтобы он начал снимать какие-то передачи для молодежи, которые сегодня были бы очень актуальны. Знания, которые есть у вас и проповедь, которые я слышал вчера, на самом деле очень меня вдохновило. Я думаю, что на том языке, который нам было сказано, очень понятно для молодежи и этого поколения. Поэтому, пастор Виктор, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте дальше. Также большой привет вам, дорогая церковь из Москвы, от пастора Мацула, от всей нашей большой команды. Мы радуемся, что мы одна церковь, одно движение, и молодежь, когда вместе мы, мы все общаемся. И редко мы не представляемся, кто из какой церкви и кто из какого города. Мы просто общаемся, но мы одна, как бы, вот такая большая-большая группа людей. Поэтому, слава Богу, что вы делаете эти конференции, что десятый год подряд молодежная конференция. Я уверен, что уже сотни молодых людей, тысячи были вдохновлены, и будут вдохновлены еще больше и больше и больше. Аминь. Хотел бы в самом начале сегодняшней проповеди, чтобы мы открыли с вами вместе Евангелие от Луки, пятая глава. Евангелие от Луки, пятая глава, первый стих написано так. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, он стоял у озера Генисарецкого. Увидев он две лодки, стоящие на озере, рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну из них, которая была Симонова, он попросил его отплыть. Несколько от берега Иссев учил народ из лодки. Когда же он перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Моя проповедь называется сегодня «Отплыви на глубину и закинь снова свои сети». Вы знаете, тот момент, когда Иисус стоял там на берегу, учил людей, он обращался к ним, и никто не понимал, когда его богослужение закончится, когда собрание его закончится, потому что он встал, начал говорить, и говорил, может быть, один час, второй, третий, четвертый. Никто не знал, что будет после этого собрания. Сегодня мы с вами, находясь на богослужении, примерно понимаем, через сколько собрание закончится, и у нас есть какие-то планы, мы понимаем, что будем делать дальше. В тот момент было все по-другому. И когда он учил, 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 и народ приближался к нему, он наткнулся своей ногой на лодку, которая стояла там на берегу. И там были два мужика, которые вымывали сети, и Библия говорит, что они ловили всю ночь и ничего не поймали. Очевидно, два рыболовы в то утро были очень расстроены. Вы видели когда-нибудь мужиков, которые ловили рыбу и не поймали? Их спрашивают, что вы поймали, они говорят, они злые в этот момент, потому что они ничего не поймали. А эти еще двое, они вымывали сети, и сети отличались от тех, которые есть сегодня. Тяжелые сети, тяжелая работа, неприятное дело. Одно дело, ты не поймал рыбу и просто уплыл. А другое дело, ты не поймал рыбу, и еще вот эти следы за собой заметаешь. Они там стояли, это все делали, им было, наверное, они хотели домой, хотели спать, были уставшие. Иисус наткнулся на их лодку, зашел в их лодку, и мы не спрашиваем или не видим здесь в Писании, что Иисус просил у них разрешения. Он просто зашел в лодку и, наверное, увидел добрый взгляд Петра. Мы некоторые попали также в служение, потому что были просто добрый взгляд, у нас сказали, пойдем помогай. И ты начал помогать. Он зашел в его лодку и начал учить. И он учил, учил, учил. И когда он учил, здесь происходит, я так называю, мертвая петля. Когда он Петру днем говорит, давай отплывем дальше и снова закинем свои сети. И знаете, там в пятом стихе Петр возмутился. Его терпению пришел конец. Сколько можно? Мы всю ночь ловили и ничего не поймали. И знаете, что самое страшное во всей этой истории, что Петр-то был рыбак, а Иисус кто был? Плотник. И вот тот момент, когда плотник говорит рыбаку, где ловить рыбу. И Петр вообще в шоке. Он думает, что происходит? Зачем меня просят это делать? Потому что я точно знаю, а озеро Тагинисарецкое небольшое. Наверное, там вся рыба знала Петра в лицо и поэтому спряталась той ночью. Они куда-то уплыли все, потому что он ничего не поймал. И Петр хорошо знал, куда закидывать сети. Но Иисус ему говорит, отплыви снова и закинь снова свои сети. И знаете, правда наша в том, что иногда отправляясь в какие-то места, ища чего-то в своей жизни, мы ищем не там. Хотя имеем какой-то опыт, хотя имеем какое-то понимание, какое-то знание, мы иногда отправляясь, сделаем совсем не то, что нужно было сделать. И вот отплыви на глубину, мы видим с вами здесь, что Иисус его снова отправляет туда. И знаете, наша беда иногда в том, что мы не там ищем или не то ищем, что нам нужно. Мы иногда не понимаем вообще, что происходит в жизни. И иногда привычные вещи в нашей жизни не дают нам ответов на те вопросы, которые нам были бы необходимы. И знаете, глубина, о которой здесь говорит Иисус, это что-то очень такое, ну, глубокое понятие, когда ты отправляешься на глубину. Одно дело, когда ты просто где-то около берега попрыгал, но другое дело, когда ты поплыл дальше куда-то. И знаете, глубина, она захватывает. Когда ты смотришь эти фильмы, National Geographic, ну, раньше у нас было в мире животных, да, ты смотришь эти фильмы, и тебя захватывает. И чем глубже они опускаются, тем тебе интереснее. Там есть какие-то морские животные, которых ты раньше никогда не видел, там что-то интересное происходит, там целая жизнь. И знаете, сегодня точно так же в нашей с вами жизни, христианской жизни, чем мы глубже опускаемся во взаимоотношения с Господом, тем больше всего интересного. Вы знаете, я женат 20 лет. Когда я поженился, я думал, первые несколько лет, я думал, я все понял. И однажды я встречал людей, которые говорили так, что мы женаты долгое время, и вот сейчас только начинается расцвет наших отношений. Я думал, о чем они говорят? Мы три года женаты, мы все поняли. Но потом, когда 20 лет наступило, я думаю, Катя, я тебя так люблю. Я думаю, как я тебя столько не видел вообще, таких разных моментов в твоей жизни. И я понял, чем ты дальше в браке, тем ты больше влюбляешься. Братья, аминь, да? Должны меня поддержать. Мы должны стоять за христианские браки вместе. Аминь. И чем ты дальше, тем больше интересного всего происходит в твоей жизни. И точно так же в отношениях с Господом. Чем ты глубже опускаешься, тем больше всего интересного, что ты можешь почерпнуть для себя. И знаете, иногда, когда мы ищем Господа, мы отправляемся в различные духовные практики. И к каждой духовной практике нам необходимо быть подготовленными. Например, если мы с вами отправимся сегодня в пост на какое-то долгое время, и мы не подготовлены морально, не подготовлены физически, то мы потерпим кораблекрушение. Мы разобьемся о какие-то скалы, желудок наш, какие-то другие вещи, какая-то работа, какие-то другие сложности. Я помню, один парень в нашей церкви решил взять пост молчания на один день. Идея хорошая, но просто он решил его взять во вторник, когда 15 планерок в день происходит. И мы ему говорим, брат, молчать сегодня не надо, сегодня надо говорить. Мы говорим, ты завтра возьми выходной и возьми пост молчания. Ну, чтобы никому не мешать. Потому что, когда нужно разговаривать, он не молчит. От него много всего зависело. И мы понимаем, что иногда мы как бы неправильно делаем какие-то вещи в своей жизни. Вроде бы правильные идеи, правильные мотивы, но как мы это делаем неправильно? Я бегаю в марафоны. Пробежал 10 марафонов и готовлюсь сейчас к следующим двум. И иногда я встречаю людей на старте, которые совсем не готовы к тому, чтобы бежать в марафон. Я на них смотрю, смотрю на их обувь и понимаю, что в этом бежать нельзя. Однажды я бежал на беговой дорожке во Владивостоке и увидел человека, который бежал рядом со мной и посмотрел. Он бежал в сланцах. Я подумал, вот дает, молодец. Но так бежать в марафон не надо. Смотришь на кроссовки и ты понимаешь, человек готов или не готов. Смотришь на одежду. Библия говорит, что никакой воин не связывает себя делами житейскими. Никакой бегун перед марафоном не одевается максимально. Файку одел, ватники одел, марафон побегу. Он делает максимально короткую одежду, чтобы легкая была, чтобы ему было бежать. Я понимаю, что иногда люди, которые хотят это сделать, они делают это неправильно. Потому что я имею какой-то опыт и понимаю, что вот это они делают неправильно. И знаете, точно так же в духовной жизни иногда на поиски Господа мы отправляемся, но у нас есть неправильное понимание, как все будет происходить. Или мы не готовы. И вот сегодня я хотел бы этим утром поговорить о четырех вещах, которые, думаю, благословляют каждого из вас и помогут вам в вашем поиске Господа. Готовы? Первое, то, что я хотел бы сказать сегодня, когда мы отправляемся с вами на глубину, мы терпим кораблекрушение в своей вере, когда мы не знаем Божье Слово. И знаете, для нас с вами, как верующих людей, необходимо знать Божье Слово, потому что, зная Божье Слово, мы понимаем, как Бог двигается сегодня в жизни. Иногда, например, встречаю людей, которые так часто говорят, Бог мне сказал, Бог мне сказал, Бог мне сказал. Я думаю, почему же он так разговаривался-то? Он же столько лет молчал и сейчас начал так много говорить. И тем более, вот такие странные вещи, которые иногда люди говорят. И знаете, я понимаю, что некоторые, правда, не знают Божье Слово, и поэтому, когда они знают Божье Слово, они начинают додумывать или придумывать какие-то вещи. Например, что было раньше интересно, когда я только спасся, люди настолько сильно вгрызались в Божье Слово, в Библии было мало, их читали много. Когда Библии стало больше, их читать стали меньше. Парадокс. Думаю, наоборот, должно все происходить, да? И я прям понимаю, как мы вгрызались в Божье Слово. И знаете, у нас была такая практика, мы старались друг перед другом так отличиться тем, что кто-то больше запомнил каких-то глав из Библии. Я давно не видел таких конкурсов на молодежных конференциях. Когда было бы состязание по тому, кто сколько больше знает Библию, представляешь? Сейчас другие какие-то, да, приоритеты. Например, раньше ты мог выйти спокойненько сказать на богослужении, а помните ли Даниила? И все четко знали всю историю Даниила. Сейчас, когда я иногда выхожу на молодежную конференцию, я говорю, а помните Даниила? И они какого-то брата из церкви вспоминают. Мне страшно стало. У меня однажды было вообще интересное переживание. Я был в Украине, проповедовал на молодежной конференции. И когда молодежь подошли после собрания, сказали, можно сфотографироваться. Они все стояли рядом со мной, и никого не было, кто бы нас сфотографировал. Я спросил, а кто нас сфотографирует? Они говорят, Иисус. Я подумал, вот думаю, духовные люди стали, да? Как это может быть? Но потом подошел парень, которого звали Иисус. Думаю, вот дают, а вообще. Реально, настоящий человек с именем Иисус нас сфотографировал, да? Поэтому меня Иисус сфотографировал уже когда-то. А я думал, вообще другой Иисус. Думаю, вот они, как бы так, ну, духовные, да, вот такая конференция. Но знаете, что интересно? Для нас, чтобы толковать или понимать Божье Слово, необходимо его знать. Например, если сегодня мы окажемся в больнице, и придет к нам хирург, который будет делать операцию, и мы спросим, а вы правда знаете то, что вы делаете? Он говорит, да нет, не переживайте, я первый раз это делаю в жизни. Образование у вас нет? Нет. Зачем? Я так все знаю, я видел там, кто-то что-то делает. Мы бы испугались, правда? Я помню, когда я первый раз, ну, первый и последний раз, по крайней мере, был в моей жизни, когда я прыгал с парашютом. И человек, который был консультант, который был рядом со мной, он говорит, да не переживай, я первый раз прыгал, все в порядке будет. Он шутил. Я понимал, что он шутит, но если бы это правда было первый раз в его жизни, я бы с ним не прыгал. Потому что страшно и так, в принципе. Но если мы не знаем Божье Слово, мы начинаем неправильно трактовать, как Бог говорит. И отправляясь на глубину, мы терпим кораблекрушение. И смотрите, апостол Павел увещевает Тимофея и говорит так, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и вникай в учение, и занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Апостол Павел говорит, не просто читай поверхностно Божье Слово, а вникай в Него. И знаете, нам необходимо с вами, как молодежи, как взрослым людям, как старшим поколению, нам необходимо вникать в Божье Слово, а не просто его прочитывать, потому что нужно. И знаете, первая ошибка, которая мы, не ошибка, вернее, первая, как камень или как ступень, с которой мы сталкиваемся, это начать регулярно читать Божье Слово. Когда начинаем его регулярно читать, теперь нам важно не просто его регулярно читать, а вникать в то, что мы прочитали. Понимаем ли мы правильно посмотреть несколько переводов, посмотреть несколько комментариев, поговорить с кем-то. Правильно ли я понимаю то, что там написано? Вникай, а не просто читай. Поэтому нам необходимо с вами вникать и вникать и вникать в Божье Слово. Апостол Павел дальше, во втором послании к Тимофею, первая глава, 12 стих, говорит так. По сей причине, когда были страдания в его жизни, он говорит, я страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого я уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на день оный. Апостол Павел, попав в страдания, не потерял христианскую веру. Некоторые люди, попадая в страдания, они говорят, это точно не Бог, и уходят. Я помню, когда пастор Моцилла вышел на кафедру и сказал так, страдания – это часть христианской жизни. Я подумал, слава Богу, теперь можно как-то объяснить все это. Потому что иногда трудности приходят в твою жизнь, и ты думаешь, а что я не так сделал? А какие-то факторы внешние происходят, еще какие-то вещи случаются, и думаешь, Бога нету, или Бог меня не любит, или Бог меня оставил. Иногда ты такого доходишь, что человек пробил колесо где-то ночью и говорит, Бог, где ты? А Бог вообще ни при чем. Дороги плохие. Ну, и мы как бы обижаемся на Бога, потому что мы не знаем Писание. А апостол Павел говорит, «Ибо я знаю, в кого я уверовал. Я прохожу страдания в своей жизни, но не разочаровываюсь в Боге, потому что я знаю Бога. Я знаю, какой Он, я знаю, кто Он, и знаю, почему происходят какие-то вещи в моей жизни. Иногда нам трудно происходит что-то в нашей жизни, потому что давление настолько сильное. Дьявол атакует наши с вами жизни, мир атакует наши с вами жизни, соблазны атакуют наши с вами жизни. И сегодня делать какие-то правильные вещи, порой ты даже и не понимаешь, а правильно ли я вообще делаю? Потому что христианский мир порой совсем делает все не так, как надо. И апостол Павел говорит, «Я знаю». И знаете, когда ты смотришь на жизнь Павла, ты понимаешь, что он реально знал Писание. То есть он не просто говорит, «Я знаю, в кого я уверовал, потому что на каком-то богослужении я почувствовал мурашки, и теперь я знаю, какой Бог». Нет, он хорошо знал Писание. И знаете, для нас с вами необходимо также знать Божье Слово. Аминь. И дальше он увещевает Тимофея и говорит, «Злые люди», там третья глава, это уже послание, он говорит, «Злые люди будут преуспевать, обманщики всякие разные вещи будут делать». Он говорит, 16 стих, «Все Писание Бога духовновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Чуть ранее он говорит, «Прибывай в том, чем ты научен». Знаете, для нас с вами необходимо, как для верующих людей, пребывать в Божьем Слове постоянно. Есть возможность, читай Божье Слово. Есть возможность, изучай Божье Слово. Есть возможность, наполняйся Божьим Словом и бросай себе новые и новые вызовы в том, чтобы изучать Божье Слово. Зная Божье Слово, ты можешь понимать, как Господь двигается. Первое, когда люди не понимают, как Господь двигается, они не знают Божьего Слова. Вторая вещь, которую я хотел бы говорить сегодня, это знание Божьего Слова без любви к Богу. Вот такая, знаете, вторая крайность, которая... Первая, это когда люди не знают Бога, а вторая крайность, когда люди слишком много знают Божьего Слова. Первая, когда они не знают вообще ничего из Божьего Слова, а вторая, когда они слишком много знают. И знаете, была такая история, или есть такие истории, когда люди, изучая Писание, изучая Божье Слово, уходили в теологию и никогда больше оттуда не возвращались. С некоторыми разговариваешь, они вроде пошли Бога изучать, и пришли неверующими. Думаешь, что случилось? С некоторыми разговаривал, я помню, одно время назад, Я спросил, что с вами случилось? Они говорят, ну знаешь, Библия неоднозначна. Я думаю, хорошо, так, а дальше что? Библия так-то, так-то, так-то. Они мне говорят, ну знаешь, в Библии нет ответов на все вопросы. Или Библия сама себе противоречит. Я говорю, окей. Ну, они начали разговаривать о разных вещах. Они меня спрашивают, говорят, скажи, а ты знаешь, кто родители Ноя? Я говорю, нет. Я говорю, ну я в принципе не знаю, кто родители Марии. Но это же не мешает мне верить в Бога. Иногда мы как бы углубляемся. А вот это местописание, которое, не знаю, в вашей церкви научились трактовать или нет, когда мужья Божьи сходили, помните, да? Это, наверное, самое сложное, вообще никому не понятно, что это такое вообще. Ну и что? Знаете, мне понравилось, как пастор Василий Витюк сказал однажды так. Вы знаете Василия Витюка, правда же? Он сказал так. Цель познания Писания не теологическое образование, а духовное преобразование. Цель познания Слова Божьего не в том, чтобы стать умнее перед братом, а в том, чтобы духовно преобразиться. Цель познания Писания не теологическое образование, а духовное преобразование, чтобы духовно внутри себя меняться. То есть чем ты больше знаешь Божьего Слова, это не так, чтобы обличать направо-налево всех других, это так, чтобы тебе самому менять свою жизнь. Я помню, какое-то время назад у меня есть друг в нашей церкви, он магистр богословия Алексей Лунев, он такой простой парень, но магистр при этом. Я очень люблю простых магистров, потому что с ними как-то можно пошутить на разные темы, поговорить с ними можно. Я помню однажды, когда я был молодым, написал в своем инстаграме о том, что все кошки после смерти идут в ад. Ну, молодые мы делаем разные вещи в своей жизни. Сегодня я бы такого не сказал, потому что люблю многих братьев и сестер вокруг себя. И просто этот удар может быть сильным для них, и такая история. Я написал этот комментарий, написал этот пост в инстаграме, и мне начали атаковать сразу люди. Как ты смеешь, моя кошка, она такая хорошая, она со мной вместе. И вот это все происходило. Я позвонил Алексею Луневу, я говорю, Алексей Лунев, ты магистр? Он говорит, магистр. Я говорю, скажи, пожалуйста, куда кошки после смерти идут? Я всегда пользуюсь подсказкой, да, помощь в зале или звонок другу, то есть в эти моменты. Он мне посмотрел, помолчал маленько и говорит, знаешь, кошки после смерти идут в землю. Ну, ладно, что сделать, да. Землю, ну, земля сгорит, да, вот эта вся история. В принципе, я-то был прав, но до конца не понял, да, вот эта вся история. Но мне нравится, как проще можно смотреть на некоторые вещи. Не так, что окей, все, теперь мы начнем какие-то там разные штуки, да, размышлять. Но некоторые так сильно углубляются в традиции, пастор Виктор вчера говорил об этом. Иногда мы так сильно углубляемся в разные традиции, в разные правила, в разные какие-то обряды, в разные какие-то вещи. И ты уже вообще перестаешь с человеком нормально разговаривать. Ты с ним здороваешь, что он с тобой на языках молится. Да, ты смотришь на него, а он как-то как духовный сканер, все тебе анализирует, все смотрит на тебя, и тебе трудно с ним разговаривать. Знаете, некоторые люди, которые так много изучали Божьего Слова, они начинают следить за всеми. Они начинают смотреть, кто как ходит, кто что делает, то, чем занимается, кто куда пошел, кто чего прочитал, кто чего не прочитал. Какие-то разные вещи начинают делать. Я понимаю, что вот это уже сложно, потому что мы Писание изучаем не для соседа в первую очередь. Мы Писание изучаем в первую очередь для себя. Если мы знаем Божье Слово, но любви при этом не имеем, толку никакого нет. Если мы знаем Божье Слово, но не применяем его к себе, а применяем его к другим, тогда какой смысл в том, чтобы его читать? Потому что все это для других и сами себя потеряем. Апостол Павел однажды сказал так по 2 Коринфянам 11 глава 3 стих. Но боюсь, 2 Коринфянам 11 глава 3 стих написано так, но боюсь, чтобы змей, как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Вот нам необходимо, чем больше мы знаем Божьего Слова, оставаться простыми людьми. Оставаться людьми, с которыми можно было бы поговорить. Я много видел разных духовных лидеров, которые, некоторые, они делятся на две категории. Одни настолько духовные, что от них все люди разбегаются. Никого рядом с ними нет, потому что они духовные. Я думаю, Иисус тоже был максимально духовный, но при этом Он был другом грешников. Вокруг Него собирались люди, и при этом Иисус не шел на компромиссы. Не было такого, что Иисус, чтобы привлечь в себе людей, делал какие-то мирские трюки. Нет, Он был тот, кто Он есть, и люди вокруг Него собирались. И я видел, как некоторые духовные люди, которые были настолько духовные, что люди от них расходились. Есть домашние группы, например, где лидер чрезмерно духовный, и все от него уходят. И домашняя группа пустее, 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 пустее. Я думаю, ну, брат, если ты духовный, домашняя группа должна расти. А иногда встречаю людей, которые очень такие взрослые, старые, духовные, но с ними так хочется разговаривать. И они привлекают к себе людей. Я помню, некоторое время назад у нас на молодежной конференции проповедовал Томми Барнетт. Ему 80 лет. Когда ты с ним рядом находишься, дрим-центр, большая работа, большое служение. Когда ты рядом с ним находишься, такое чувство, что ты даже чуть умнее его. Это не потому, что он глупее, а потому что он тебе дает такую возможность. И ты находишься с ним и думаешь, так как же все просто. Год назад ушел отец пастора Мацуллы на небо, но ему было 93 года. Он норвежец, я русский. Мы с ним встречались много раз. Он не говорит ни по-английски, ни по-русски. Я не говорю по-норвежски и чуть-чуть говорю по-английски. Когда мы с ним разговаривали, всегда это было непонятно что. Но мы всегда понимали друг друга. Ты к нему рядом приходишь, и как к Богу хочется все рассказать, что происходит в твоей жизни. Он настолько духовный, что тебе хочется с ним говорить. Ты знаешь, что ты не получишь с осуждения, ты получишь какое-то наставление, получишь какой-то опыт, получишь какой-то урок, какое-то вдохновение. Всегда молится за тебя, какие-то вещи говорит. И с ним так приятно было. И знаете, я понимаю, что фарисеи, они атаковали людей, наблюдая, чтобы тот что-то соблюдал, но перестали сами этого делать. И поэтому, чем больше мы изучаем Божье Слово, нам необходимо становиться более глубоким в Господе, а не в том, чтобы смотреть на других людей. Вторая вещь, которая происходит здесь, это чрезмерное знание Божьего Слова без любви. Третья штука, более простая, это наш жизненный опыт или самоуверенность. Вот опыт – это страшная вещь. Я знаю, что Екатеринбург – это такая музыкальная столица Урала. У меня сын, он пел какое-то время назад. Я помню, преподаватель говорил нам так. «Если берете новую песню, никогда не берите без меня, потому что если он споет ее неправильно, он запомнит навсегда». Мышечная память. Правильно, да, Олег? Мышечная память. Я помню, что она говорит такое? Можно так спеть, так спеть, по-разному. А потом я понял, правду говорит. И знаете, наш жизненный опыт – это тот же самый опыт, который был в тот утро у Петра. Петр знал, что днем рыбу не ловят. Вот все в нем подсказывают. Простите, зубов нету свистить, да, у меня? Это, да. Я сражаюсь с двумя вещами сейчас во время проповеди. Медленнее говорить и без зубов говорить, да, то есть у меня, поэтому у меня такие моменты. У Петра была страшная штука. Опыт. Он знал, что там рыбу не ловят. В это время рыбу не ловят. И это все его останавливало, а Иисус ему попросил поступить по-другому. И знаете, наш жизненный опыт – это всегда такая штука очень опасная. Например, ты слышишь с кафедры, пастор или кто-то другой тебя вдохновляет и говорит, давай будем в начале года молиться, давай возьмем какой-то пост, давай что-то сделаем такое вместе в жизни. И ты думаешь, ага, я уже брал пост. Но у всех, наверное, нас, у христиан, был такой момент, когда мы, друзья, в пост утром обнаружили себя уже едущими. Ты сидишь и уже кушаешь и думаешь, а что происходит? Я же поститься хотел. И ты уже наелся и думаешь, теперь все. Или, например, бросали нам вызов и говорили, давай прочитаем Библию по плану. Целый год будем читать вместе. И ты первый день читал, второй день читал, третий день читал, четвертый день читал. И потом, и куда-то все съехало. И твой опыт подсказывает тебе, что больше этого делать не надо. Или, например, ты решил, когда какие-то духовные вещи сделать в своей жизни, и всегда происходит какое-то противостояние сразу же. Апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе говорит так. 14 стих. Он говорит следующее. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю. Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти мои добрые, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать, он на этого не нахожу. Доброе, которое хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, нахожу закон, что когда хочу делать добро, принадлежит мне зло. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного находящегося в членах моих бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. И так, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. Апостол Павел говорит как только я захочу делать что-то доброе, принадлежит сразу мне злое. И это не потому что мы с вами что-то неправильно делаем, потому что плоть всегда противится духу. Как только ты, ну, если ты может быть читал Библию все время в своей жизни, а решил как-то углубиться больше, начинается много каких-то проблем в твоей жизни. Например, я знаю, что все молодежи сталкиваются с таким испытанием в своей жизни. Вечером перед сном ты можешь листать Инстаграм часами и ни в одном глазу. Но как только ты открыл Библию, как снотворное действует, сразу засыпаешь. Что не так? Инстаграм или Библия? Духовный закон. который противоборствует. И у тебя это происходит, потому что ты где-то опыт получил в своей жизни. Я пытался, не получилось. И это останавливает тебя. И мы видим с вами, что здесь Петра останавливает. Почему? Потому что они поплыли закидывать сети не потому что они поверили Иисусу. Они поплыли, потому что просто Он им сказал. Потому что, наверное, так лучше сделать, чтобы Он от нас отстал. Мы сейчас это сделаем. Он увидит, что ничего не получится, и мы вернемся обратно. Наверное, это был самый простой вариант, чтобы Ему не противоречить. Почему? Потому что вы увидите дальше в истории, что они взяли с собой сети, которые прорывались. Они взяли плохие сети и самую плохую лодку. Потому что если бы они знали, что сейчас они выловят всю рыбу в этом озере, они бы все лодки собрали туда и самые лучшие сети взяли бы. Правда? Но они так не думали. Они думали, что сейчас мы сделаем просто, чтобы Он от нас отвязался. Но внутри у них был опыт, который подсказывал им, что у них ничего не получится. И знаете, мы должны с вами понимать, что иногда мы движемся согласно нашего опыта, потому что мы люди. Но Бог не человек. Иногда нам кажется, что Бог так же, как мы. То есть, если у нас что-то не получилось, и Бог думает на нас, и думает, опять Он решил Библию читать по плану, я тоже в Нему не верю, но пускай попробует. С Богом не так. Он верит в тебя каждое утро. Ты просыпаешься сегодня утром, проснулся сегодня утром и сказал, Господь, хочу славить тебя всю жизнь, и Господь с тобою. Он не так, что смотрит и думает, ага, вчера то же самое говорил. С Богом не так. Бог не запоминает эти вещи, у Бога это не хранится, и Он не вспоминает, и тебе не смотрит на твое досье. И ты решил, больше не буду вот этот грех совершать в своей жизни. Бог посмотрел и говорит, ага, уже 555 раз то же самое говорил в своей жизни. Но с Богом не так. Когда мы каемся и просим у Бога прощения, Он никогда больше нам не вспоминает этого. В семье так часто происходит, когда мы с женой ссоримся, иногда по каким-то вопросам. Потом самое сложное, когда мы миримся или когда мы ссоримся, никогда не вспомнить того, что было раньше. Я говорю, Катя, прости меня, она никогда не мигает, ага, ты уже просил прощения. Тогда ничего не сработает. Мы просим прощения в надежде, что больше никогда этого не сделаем. Аминь. И смотрите, нам нужно отложить наш жизненный опыт и начать действовать заново. Поверь, что Бог реально может нас использовать. И знаете, если даже у тебя что-то не получилось когда-то, это не означает, что у тебя не получится это завтра. Даже, например, если ты решил в своей жизни, что буду поститься 21 день, 3 дня, 5 дней, 1 день, и если ты пропастился даже полдня, это больше, чем ты постился когда-либо в своей жизни. И это уже хорошо. Если даже ты прочитал Библию не целый год, а 9 месяцев по плану, это лучше, чем если бы ты вообще не принимал этого решения и ничего бы не прочитал бы. Поэтому иногда лучше действовать каким-то вещами в своей жизни, не опираясь на опыт, потому что ты пройдешь гораздо дальше, чем если бы ты не бросил себе какой-то вызов. Четвертая вещь. Третья вещь, это наш жизненный опыт. А четвертая вещь, она вообще страшная, называется, чей это жизненный опыт? Может быть, вы слышали когда-то или слышите, с друзьями где-то разговариваете на домашней группе, и лидер домашней группы говорит, я вчера встал в 5 утра и молился. И ты сидишь и думаешь, в 5 утра? И думаешь, вот тебе да. Его жизненный опыт убил тебя в это утро, потому что ты еле встал в 9. И думаешь, вот я недуховный. Или человек выходит и говорит, я столько пощусь, братья и сестры, и он ничего тебе как бы не говорит, а просто рассказывает о своей жизни, и ты понимаешь, что ой-ой-ой-ой-ой, а что мне теперь делать? Потому что его жизнь сильно отличается от твоей. И мы казним себя, не понимая, что мы вообще другие люди. То есть мы слышим чей-то жизненный опыт, и он нас просто убивает. Есть же разные люди, разные темпераменты, разные характеры, разное все, и по-разному. Но мы иногда слышат что-то у кого-то, берем это в свою жизнь и складываем это или сравниваем со своей жизнью, и у нас не состыковка. Если он это сделал, а я это не сделал, мы думаем, я не духовный. Иногда мы докручиваем, додумываем, предполагаем какие-то разные вещи. Например, у меня вот есть фотография, там пастор Мацулла, семья его. И знаете, если у вас есть семья, в которой больше двух детей, то вы понимаете, что эта фотография не настоящая. Ну, так же не бывает, что ты пришел домой и все сели вот так. Вот тут точно где-то находится человек, который как-то отвлекает собаку. Вот здесь фотограф, кто-то их накрасил, кто-то их рассадил, какая-то студия снята. То есть это не настоящая жизнь. Но некоторые смотрят и думают, вау, а что у нас не так? Я домой прихожу, и вообще не так все. Почему жена в халате, когда я домой прихожу? Почему дети не накрашены? Почему вот это все? А я вам больше скажу, Андрюша, который там слева сидит, ему точно что-то пообещали за эту фотографию. Я его хорошо знаю. Я его хорошо знаю. Он вообще парень непростой. Да? Ранди спокойно сидит. Она почему там сидит? Потому что она обычно к Мацули жмется всегда. Но фотограф их рассадил как-то по цветам, по каким-то штукам таким. И мы смотрим на эту фотографию и думаем, что у нас не так? Инстаграм чей-то смотрим счастливый и думаем, да что ж такое-то? Я вам секрет сегодня открою. Все счастливые инстаграммы не счастливые на самом деле. Потому что инстаграм не подразумевает, чтобы люди плакали. Там для этого твиттер создан. Плачут в твиттере, улыбаются в инстаграме, вспоминают в одноклассниках, ругаются на фейсбуке. Вконтакте я вообще не понимаю, для чего создан. То есть другая история вообще. И это не по-настоящему. Но знаете, что еще интересно? В нашей церкви на венчание, когда мы венчаем пару, все, спасибо за фотографию, когда мы венчаем пару, мы дарим паре такую большую Библию. Молодая пара женится, и мы дарим им большую Библию, она вот такая толстая, вот такая квадратная. И я, когда им отдаю эту Библию, мне всегда интересно, что они думают с ней делать. Вот они взяли эту Библию. И знаете, вот если возвращаясь к той истории с пастором Отцовой, иногда нам кажется, что он домой приходит, и он даже не по полу идет, а над полом, заходит домой, Ранди играет на пианино, дети несут эту большую печатную Библию, и он открывает ее прямо у них на руках и начинает читать, и они на каждое слово говорят Аминь, Аллилуйя, Аминь, Аллилуйя, Аминь, Аллилуйя, Аминь, Аллилуйя. Мы спросили у пастора Моцулла, говорим, пастор Моцулла, как часто ты читаешь вместе с Ранди Библию, жена его Ранди? Он говорит, иногда. В основном я читаю свою, она читает свою, семью и читать им Библию. Я думаю, почему у нас это не получается? Потому что даже на Рождество, когда мы собрались вместе с семьей, и мы на Рождество собираемся вместе, там делаем какие-то разные вещи, и я начал читать Библию, читая Евангелие от Луки, вторую главу, рассказываю, как родился Иисус, закончилось все. Младшая дочь поворачивается ко мне, говорит, папа, а можно еще про Иону прочитать? Я говорю, ну Иону-то зачем здесь? Это же Рождество вообще. Но прочитали еще и про Иону. И у нас не получается так, как в фильмах. Мы иногда фильмов насмотримся, иногда инстаграмов насмотримся, и мы думаем, так все происходит. И мы эту Библию, они получают эту печатную Библию, и теперь они видят ее, и она их осуждает, потому что они должны достать ее и начать читать вместе. Они не могут. Ну или по-другому у них это происходит, или другие переводы читают, или другие планы читают. И я понимаю, что чей-то жизненный опыт может убить человека. Римлянам 14 глава написано так. Послание к Римлянам 14 глава написано в 5 стихе. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне ровно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Мы все разные абсолютно. У нас у всех разный жизненный опыт. И знаете, когда мы иногда смотрим на чей-то жизненный опыт, мы разбиваемся и думаем, я вообще не духовный, потому что я вот такой, или я вот такой, или я вот такой. Знаете, у меня есть друзья, они корейцы они живут в москве и они говорят что все корейцы любят жить в россии я спросил почему они говорят потому что вы не представляете сколько у вас выходных в стране у корейцев корее 5 дней отпуск в году и полдня в неделю выходного но это в лучшем случае полдня и они когда в россию приезжайте просто отдых майские праздники лето принципе вообще можно никуда не приходить до потом все вот эти наши начинаются рождественские новогодние истории потом 23 февраля 8 марта там еще какие-то разные у них просто не жизненная сказка они мечтают уехать в россию чтобы здесь работать потому что на полу согнутых они работают здесь лучше чем все другие русские я понял почему это происходит потому что иногда мы неправильно смотрим на какие-то вещи мы берем чей-то жизненный опыт и думаем а что у нас не так или мы наберем наберем например сталкиваемся со своим опытом и понимаем что у нас что-то не получилось и мы думаем снова не получится или мы слишком много знаем божьего слова о любви не имеем и мы как циники становимся когда мы вообще не знаем божьего слова и поэтому делаем какие-то неправильные вещи в своей жизни я понял во всех этих четырех пунктах есть одно что объединяет если в нашем сердце с вами есть любовь к богу то мы пройдем все эти стадии незаметно если и нашем сердце есть любовь к богу тогда точно многое может измениться в нашей с вами жизни я искал для себя пример когда готовился к этой проповеди и нашел одного человека которого библия у которого имя в библии давид давид делал разные вещи он был абсолютно разным человеком но его любовь к богу она прослеживается на протяжении всей его истории падает ли он встает ли он оступается ли он поступает ли правильно делать какие-то вещи мы видим что во всех этих моментах его любовь к богу она больше всего что там происходит я читаю его псалмы думаю а как возможно так вообще жить однажды он пишет псалом 50 12 стихе он пишет так сердце чистое сотвори во мне боже дух правый обнови внутри меня знаете мне нравится изучать какие-то разные отрывки в библии понимать почему люди писали эти строки я понимаю что когда давид писал эти строки сердце чистое сотвори во мне он находился в глубоком раскаянии в своей жизни и когда ты понимаешь контекст того когда он пишет эти строки понимаешь почему именно он их пишет и почему именно эти строки он пишет потому что что-то было неправильно в его жизни согрешил упал разбился о камни и пишет и говорит господь сотвори во мне сердце чистое и знаете я понимаю что суть приближения к богу это осознание нашей беспомощности как ты понимаешь да без бога сделать ничего не можешь без бога не могу любить людей без бога не могу прощать без бога не могу поднимать без бога не могу помогать без бога вообще ничего не могу и понимаю что бог не нужен иногда найти мне понравилась фраза который недавно я услышал то что ты чувствуешь сильнее перед тем что ты знаешь иногда вот это чувство любовь которая есть нашей с вами жизни она сильнее многих разных вещей и когда я помню а спас и было столько разных амбиций моей жизни было столько разных там каких-то всяких разных планов завоеваний всего-всего-всего с годами становишься старше думаешь в следующем году мне будет 5 десяток уже пойдет думаешь а если это не случится ничего страшного это не случится ничего страшного главное мир с богом иметь главное господа любить главное от бога не отступать главное за богом эти дни за днем своей жизни и если это сможешь сохранить наверное думаешь это самое счастливое что может иметь человек когда человек рождается получает образование он думает надо карьера нужна бросает семью ради карьеры достигнув карьеры думает зачем она нужна вообще семья это самое ценное что может быть у человека. И думаю, а зачем нам тогда делать какие-то вещи в своей жизни неправильные, которые могли бы нас увезти куда-то? В Псалом 62 написано, Давид пишет здесь такие строки, он говорит, тебя, Бог мой, от ранней зари ищу, жажди тебя, душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой и сохшей, и безводной. Давид находится в пустыне. Когда он находится в пустыне, он пишет, тебя от раннего утра, от зари я ищу. Потом он дальше в этом Псалме пишет, что когда ложусь на постель, вспоминаю о тебе. Постель его была, наверное, скорее всего из веток, потому что находился в пустыне. В тот момент, когда все ополчились против него, он искал утешение в Боге. И знаете, дорогие братья и сестры, а что бы ни происходило в нашей с вами жизни, нам необходимо не думать таким образом, что кто-то виноват, кто-то что-то не так сделал в нашей жизни, что-то мы где-то не получили или что-то где-то мы не услышали. Нам необходимо искать утешение в Боге. Нам к Нему необходимо идти, потому что у Него есть ответы на все наши с вами вопросы. У Него есть утешение для нас, у Него есть забота для нас, у Него есть обеспечение для нас, у Него есть поддержка для нас. И Давид в те моменты, когда что-то происходило в его жизни, он не обвинял людей, он не бежал к людям, он не старался там что-то получить, он к Господу направлялся. И знаете, я глубоко понимаю в своем сердце, что если мы будем иметь близкие, тесные взаимоотношения с Господом, мы никогда не будем никого нигде обвинять. Мы знаем, потому что апостол Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. Поэтому проблем с людьми никаких не может быть. Проблем там какими-то обстоятельствами тоже не может быть, потому что в Боге утешение мое. Глубина – это любовь. Я верю, что чем мы глубже опускаемся, тем мы больше любим. Или чем мы больше любим, тем мы глубже опускаемся. Любовь, она же до того достигает совершенства, что мы делаем разные вещи в своей жизни из-за того, что мы любим. Я всегда это, знаете, сравниваю так очень просто. Когда парень влюбляется в девушку, он готов на безумные поступки в своей жизни. И знаете, я думаю так же с Господом. Если мы влюбляемся и влюбляемся и влюбляемся в Него день за днем, то мы готовы делать безумные вещи в своей жизни ради Господа. Безумные, я имею в виду в хорошем смысле слова. Глубина – это любовь. Отношения с Богом не строятся на «Он директор, а мы подчиненные». Они не так строятся. И Иисус, Библия говорит, что Он умыл ноги ученикам и сказал, кто из вас хочет быть больше, стань меньше. Знаете, я хотел бы сегодня прочитать один отрывок, который мне очень понравился. Так звучит следующим образом. Счастье в браке – это не то, что просто случается. Хороший брак должен быть создан. Никогда не поздно держаться за руки. Говорить «Я люблю тебя» хотя бы один раз в день. Не ложиться спать в ссоре. Ни при каких обстоятельствах не воспринимать действия друг друга как само собой разумеющиеся. Ухаживания не должны заканчиваться вместе с медовым месяцем. Они должны длиться всю жизнь. Вместе им идти по жизни, сформировать круг любви, который соберет всю семью. Делать что-то друг для друга не из соображений долга. А из соображений радости. Вдумчиво произносить слова признательности и выражать благодарность. Необходимо развивать терпение. Понимать понимание и чувство юмора. Уметь прощать и забывать. Дело не только в том, чтобы выйти замуж или жениться за нужного человека. Дело в том, чтобы быть нужным человеком. Отрывок из письма Пола Ньюмана к своей жене в день их свадьбы. Когда я читаю эти строки, я думаю, это же так удивительно. Когда ты понимаешь, вот любовь, она гораздо больше всяких разных вещей. Он написал эти строки, когда они в день, когда они поженились и потом прожили 50 лет вместе. И брак считался одним из самых прочных браков Голливуда. Думаю, как это вообще возможно? Но здесь написано, что суть не только в том, чтобы найти правильного человека, а чтобы стать этим правильным человеком. Суть не в том, чтобы кто-то, что-то как-то, а наше с вами отношение. И жизнь христианина не строится на обрядах, традициях, на каких-то разных других вещах. Она строится на близких отношениях с Господом. И слава Богу за все формы, которые у нас с вами есть. Петр, с которого мы начали с вами нашу проповедь, мы видим его в начале его пути с Господом таким очень амбициозным, очень амбициозным, очень ярким таким, очень таким радикальным парнем, который на все готов был ради Господа и делал разные вещи. Но потом мы видим момент в его жизни, когда он отступил от Бога. И все, что он знал, потерпело крушение. Он знал Иисуса. Это потерпело крушение. Он где-то что-то понимал, где-то что-то не понимал. У него был опыт, он видел опыт других людей. Происходили разные моменты в его жизни. И вот он стоит там. Я хотел бы закончить местом из Библии. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Это последний раз, когда мы встречаем разговор или диалог Иисуса с Петром. И мы видим с вами, прошло несколько лет, и Петр совсем другой человек. Обычно Петр всегда выскакивал. Если что-то спрашивали где-то, Петр всегда отвечал. Если кто-то ничего не знал, Петр всегда знал. Если Иисус шел к ним по воде, и Петр сразу хотел выйти из лодки, пойти тоже куда-то там, он был таким ярким всегда. Но в этот момент он стоит где-то подальше. И написано, когда же, 15 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси агонцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агонцев моих. Мне так нравится это слово. Почему? Потому что здесь Иисус не спрашивает Петра, а понял ли ты, что ты сделал неправильное? А ты знаешь или не знаешь? Он не начал с ним какие-то выяснения. Он задает ему один единственный вопрос. Любишь ли ты меня? И знаете, я думаю, что все наше с вами знание о Боге, оно возвращается к тому, а любим ли мы его по-настоящему. Наши отношения в браке, они строятся не потому, что кто-то что-то для кого-то сделал или не сделал. Если мы в браке начнем выяснять, кто прав, кто виноват, мы никогда не придем ни к чему хорошему. Но если мы спросим друг друга, а любим ли мы друг друга? Если скажем да, тогда мы готовы решать любые вопросы. Вот точно так же и с Господом. Если мы слышим этот вопрос к себе, что бы ты ни сделал, что бы ни происходило в твоей жизни, любишь ли ты меня? Если мы отвечаем да, тогда все остальное решится в нашей с вами жизни. Если мы любим Бога, мы не будем грешить. Если мы любим Бога, мы будем сожалеть о каких-то вещах неправильных в своей жизни. Если мы любим Бога, то мы не будем злиться на кого-то. Если мы любим Бога, то мы будем кого-то прощать. Если мы любим Бога, из любви исходит все остальное. А если любви нету, как апостол Павел сказал, тогда как медь. Тогда мы начинаем пояснять, тогда мы начинаем требовать, тогда мы начинаем какие-то вещи делать неправильные в своей жизни. Поэтому наше отношение с Господом строится из любви, которую мы имеем к Нему. Аминь. Давайте поднимемся, дорогая церковь, сегодня утром. Господь, мы благодарим Тебя за это утро. Господь, благодарим Тебя, что Ты с нами здесь сегодня. Благодарим Тебя, Господь, за эту потрясающую конференцию, которая была всю неделю здесь. Господь, благодарим Тебя за каждое богослужение, за каждую проповедь, за каждое слово, за каждую хвалу и поклонение, за все, что происходило здесь. Молимся, Господь, чтобы Слово Твое стало явью, стало плотью в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Сегодня, Господь, когда мы слышали это слово о любви, о глубине, молимся, Господь, чтобы это проникло прямо внутри нас. И когда какие-то шторма происходят в нашей жизни, Когда какие-то беды или ураганы происходят в нашей жизни, помоги нам всегда уповать на любовь. Во имя Иисуса Христа. Зная, что Ты любишь нас, зная, Господь, что Ты так сильно возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Отец, мы знаем, что из Твоей любви Ты отдал Своего Сына за каждого из нас. И сегодня, Господь, если к нам обращается Слово, и Ты спрашиваешь нас, а любим ли мы Тебя, мы говорим так, Господи, Ты знаешь, что мы любим Тебя. Господь, сегодня, если Ты спрашиваешь нас во второй раз, мы тоже говорим, Ты знаешь, что мы любим Тебя. И мы просим Тебя, Господь, чтобы, может быть, все неправильные вещи, они отошли из нашей жизни. Если мы были где-то слишком требовательные, слишком какие-то радикальные в каких-то вещах, которых не нужно было быть, Господь, помоги нам быть проще, помоги нам быть мягче. Зная, что любовь, она покрывает множество грехов. Зная, что любовь, она прощает, долго терпит, поднимает, милосерствует, не завидует, не ищет своего. Господь, помоги нам быть такими людьми, которые любят своего Господа, по имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, в своей жизни действовать не из чувства страха, не из чувства долга, не из чувства того, что мы что-то обязаны кому-то, но из чувства любви. Мы служим Тебе, Господь, потому что мы любим Тебя. Мы приходим на богослужение, потому что мы любим Тебя. Мы жертвуем, потому что мы любим Тебя. Мы служим другим людям, потому что мы любим Тебя, Господь. Мы проходим что-то в своей жизни, потому что мы любим Тебя. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам день за днем опускаться на глубину больше и больше в своих отношениях с Тобою, влюбляться в Тебя день за днем больше и больше во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя, чтобы день за днем наши отношения в браке росли, в браке с Тобою. Ты наш Господь, Ты наш Царь во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, чтобы наши отношения день за днем укреплялись. И чем больше мы находимся с Тобой, тем мы больше и больше влюблялись в Тебя. влюблялись в Твое Слово, влюблялись в Твое присутствие. Во имя Иисуса, Господь, мы благодарим Тебя. Мы славим Твое великое и святое имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аминь. И вы знаете, отношения с Господом, вот, например, как я для себя это измеряю? Вот мы едем иногда с женой куда-то вместе. Можем ехать тысячу километров и молчать. Нам хорошо друг с другом. Знаете, вот отношения с Богом, это тоже не когда мы все время говорим. Иногда я просто в Божьем присутствии, мне хорошо. Вот просто раствориться, помолчать, побыть рядом с Господом, послушать Его, вообще остановиться в своей жизни. Это так здорово. Поэтому чем больше мы с вами с Господом, тем больше и больше и больше влюбляемся в Него. Аминь. Пускай Господь благословит вас. Пастор Виктор, спасибо огромное. Большая честь и радость быть вместе с вами сегодня. Божьи благословения. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!